Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, что мы, по милости Господа, вновь пришли в Дом Божий для того, чтобы еще послушать, что скажет нам Господь. Сегодня утром, размышляя над Словом Божиим, я подумал, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, также с сестрами. И мы говорим, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господен. И хорошо вы сделали, что сегодня пришли сюда для того, чтобы послушать, что скажет нам Господь, что Он нам откроет, что Он нам напомнит из этой священной и дивной книги Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня брат нам напомнил о том, что Давид много псалмов написал о той радости, о той вечной радости, о том, что Бог милостивый, и что надо Господу молиться, и что Господь благословляет нас. А мы, в свою очередь, даны благословлять нашего Господа. И Псалом говорит, благослови душа Господа, и не забывай всех о благодеянии, и мы не должны забывать Его благодеяния. Сегодня я хочу говорить на тему, кто мой друг и кто мой советник. Вторая книга царств, тринадцатая глава, с первого стиха. «И было после того, Весолома сына Давидова, была сестра, красивая по имени Фомарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбил Амнон до того, что заболел из-за Фомарьи, сестры своей, ибо она была девица, и Амнон оказалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Иоаннадал, сын Самая, брата Давидова, и Иоаннадал был человек очень хитрый. И он сказал ему, «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон, «Фомарь, сестру Авесолома, брата моего, люблю я». И сказал ему, Иоаннадал, «Ложись в постель твою и притворись больным», и так далее. Вот здесь, прежде всего, чем мы будем говорить о том, кто мой друг и кто мой советник, первое слово было сказано здесь, «И было после того». А что же было до этого? И вот в книге Царств об этой истории, начиная с 11 главы и кончая 19, идет о Давиде, о его семействе, о Давиде как отце, о его детях и о друзьях. Вот, например, как у Амнона был друг по имени Иоаннадал, сын Самая. Самай был брат Давиду, родный брат. Получается, двоюродный брат советует своему брату вот это дело. И вы знаете, когда он это посоветовал, с какой хитростью он подошел к нему. «Отчего ты печален? Отчего ты худеешь? Что с тобой случилось? Что ты такой невеселый?» И вот мы видим, совет Иоаннадава привел к тому, что он обесчестил свою родную, свою сестру, двоюродную. И какие последствия потом пошли после того, когда это все произошло. Мы знаем эту историю, и многие читали ее, и она говорит о том, что «Кто же мой настоящий друг, к которому я должен обращаться?» Все мы прекрасно знаем, что Слово Божие говорит, и сам Господь говорит, «Вы, друзья мои, я вас избрал, я вас поставил, чтобы вошли и приносили плод». Самый лучший друг, как мы знаем, является наш Господь и Спаситель Иисус Христос. А дальше Господь создал семью. И самым лучшим другом являются родители своим детям. И поэтому сегодня я говорю о том, чтобы родители не искали себе друзей на стороне, которые посоветуют то, что вам будет во вред, что это будет таким грехом, что потом последствия от него будут очень тяжкие. Но кто как не лучше посоветует родителей своим детям? И Слово Божие говорит, подадут ли родители своим детям камень вместо хлеба? «Нет, конечно. Так и Отец Небесный не даст вам того, чего нам не нужно». И Господь говорит нам сегодня, что избирайте себе друзей и узнавайте их по плодам их. Какие плоды приносит человек? О чем он мыслит? Что он делает? Чем занимается? Какие общества? Где он находится? Что он смотрит? И это все говорит нам о том, что наше избрание должно быть только с Господом. Только в Боге успокаивается душа моя, только в Нем успокоение наше, говорит Господь. Только в Нем наше прибежище. Ибо Господь говорит, Он нам прибежище в рот и рот. Поэтому мы видим характеристику Иннадава. Он был человек очень хитрый. С чем она ассоциируется? Мы видим еще издревле дьявол подошел в виде змея к Еве и начал искушать его. И тоже этой же хитростью начал обольщать ее. Подлинно ли сказал Бог, что не ешьте от всякого плода? Подлинно сказал Бог, что вы умрете. Нет, вы не умрете. Господь говорил о духовной смерти, что если вы вкусите смерть и умрете, что вы будете разлучены с Богом, что грех разъединит. А Он говорил о другом. Вы не умрете, вы будете жить, но вы познайте, что такое добро и зло. И когда они сделали это, вкусила Ева, глаза не открылись. Но когда вкусил Адам, открылись у них глаза. Потому что Адаму было сказано, не ешьте. Адам мог бы остановить этот процесс, но он не сделал этого. И вот они впали в грех и увидели, что они наги. А как они узнали? А что раньше, не видели? А поэтому они были одеты в славу Божию. И вот этой славы Божией они лишились. И они сразу увидели, что они наги и начали скрываться от Бога. Вот так хитрый дьявол обманул первых наших прародителей. И теперь этот грех длится до наших дней. И вот этот Иоаннадал, двоюродный брат Амнона, посоветовал ему, что сделать. И мы видим последствия очень тяжкие. Когда мы рассматриваем эту картину жизни семейства Давида, мы видим, как этот грех усугублялся с каждым часом. У Авесолома зародилась мысль отомстить брату своему. Почему? Но когда узнал Давид, что это совершилось, написано, и разгневался Давид. И дальше ни слова. А потому, что он любил перенеса своего Амнона и больше ничего не сделал. И Авесолом это заметил. Вот здесь мы видим, что отец не проявил тех качеств, чтобы наказать как-то своего сына, что он сделал грех, что нужно покаяние, что нужно что-то изменить. Но он только разгневался. И больше ничего. И это печально. Поэтому, я не зря сказал, и было после того, когда Давид согрешил, когда все это произошло, мы видим, что этот грех потянулся дальше, сделал Давид. Теперь его сын повторяет тот же грех. А дальше идет убийство. Восстает Авесолом, приглашает к себе на стрижку овец, то есть веселье будет, приглашает всех сыновей. Давид не хотел идти и отказался. И знаете, что он сказал? Чтобы мне не быть тебе в тягость. Вы слышите? Когда дети нас зовут себе, чтобы порадоваться, вы не скажите своим детям, чтобы мне быть тебе в тягость. Идите и будьте там. Если бы Давид пошел, возможно, этого бы преступления не было. Но это совершилось. И что происходит? Отправились сыновья на тот праздник. И что написано? И благословил Давид своего сына Авесолом. Тогда стоит вопрос. На что благословил Давид? Это страшно. На убийство своего сына. Он благословил Авесолома. И он пошел, совершил это грязное дело. И после мы видим, какую печальную историю. Когда Амнон это сделал, Авесолом затеял вражду, отомстил ему, убил его. А дальше? А дальше мы видим бегство Авесолома. А дальше мы видим, что этот сын должен был бежать. А куда он убежал? Вы представляете, вот так цепочка завязывается дальше и дальше. Оказывается, он убежал к своему дедушке. Кто его был дедушкой? Он был царь Гессурский по имени Фалмай. И вот представьте, он три года там находился. Давид его не воспринимал, чтобы он не появлялся, искал его отомстить и так далее. Своему же сыну. А он был у царя Гессурского, которые были во вражде с Израилем. И вот теперь картина, что же он там делал, чем он там занимался, и чему научил его этот дедушка? И когда мы знаем, когда он возвратился назад, мы видим, он хитростью вкрадывался в сердца людей, а впоследствии совершил, можно сказать, государственный переворот. То есть, он пошел на то, чтобы свергнуть своего отца, чтобы стать на место царя Давида. Как это все, эта цепочка греховная тянется? И только лишь потому, что вот этот выбор был неправильный. У Амнона был друг по имени Аминадау, который был очень хитрый. И мы видим, кто хитрый? Лукавый. Кто хитрый? Все лукавые люди, которые не хотят смиряться с Господом, которые не хотят служить Ему, которые желают, чтобы сделать зло. Поэтому сегодня желание моего сердца, чтобы и родители, и дети были настоящими друзьями, чтобы они давали правильные и добрые советы. И только советы должны быть в Господе. И эти советы должны быть, когда мы, читая Слово Божие, и общаемся с ними в молитве, говорим это Господь. Я знаю много примеров, когда дети, когда еще маленькие, они хотят общаться с своими родителями. Но проходит время, говорят, извини, нам некогда, мы заняты, у нас дела. Дети раз, другой раз, проходят годы, а впоследствии видят родители, что дети не туда пошли. Ой, мы хотим с вами общаться. Они говорят, извините, у вас нет времени. Извините, у меня есть новые друзья. И эти друзья заводят такой тупик, откуда можно и не выбраться. Потому что у Бога есть друзья. Это мы, дети Божьи. А у дьявола нет друзей. Он только враж, душ человеческий ищет, чтобы погубить. Его цель украсть, убить и погубить. А цель Бога, чтобы дать людям жизнь и жизнь с избытком. Цель Бога спасти человека, а цель дьявола губить. И это, в этом он получает свое удовольствие. Но мы знаем, что время последнее. И что в это последнее время Господь говорит, что недолго будет ему царствовать на этой земле, потому что он князь мира сего. Но мы знаем, что наш Господь придет и заберет церковь свою, которые готовы войдут в это небесное царство и будут вечно там. Но для этого нужно приготовить себя и приготовить свои души и советовать детям, что это лучший путь и прекраснейший путь, когда мы находимся в Доме Божьем, в этой семье спасенных душ. Благодарна нашему Господу за эти прекрасные слова, которые Господь оставил нам, чтобы мы исследовали это Писание. Оно говорит нам об Иисусе Христе, нашем Спасителе. Оно говорит нам о том, что мы Его дети и что дети Божии желают этого общения друг с другом. И мы в свою очередь должны воспитывать своих детей в том направлении, чтобы они никогда не сбились с этого пути. А наш путь это идти по следам Господа нашего Иисуса Христа. По следам того, который пошел на Голгову добровольно, который пострадал за грех наши добровольно, для того, чтобы спасти грешников. Его цель спасать и сегодня Он продолжает эту миссию до того дня, пока не придет Господь, чтобы собрать своих от земли. А что Он придет, мы знаем. Написано, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и пусть знаете. Но находится человек, говорит, не знаем, куда идешь. Как же? Ты не знаешь? Я есть путь истинной жизни, говорит Господь. Если мы знаем, что Иисус Христос наш путь, то мы должны идти по этому пути. То должны мы избирать себе таких друзей, которые бы подсказали нам, которые наставили бы нас и повели по этому пути. А наш лучший друг Иисус Христос, который не оставит нас никогда. Ему благодарны за все вечную Богу. Аминь. Аминь. КОНЕЦ Продолжение следует...